Говорит автор книги и слова Всевышнего Аллаха Они взяли своих ученых, а также своих монахов, господами себе, кроме Всевышнего Аллаха Говорит шейх Абдурахман Ибн Хасан, Аль-Ахбар, Хуму-ль-Улема Под Ахбарами имеется в виду ученые иудеи А что касается уруганов, то под ними имеется в виду их праведники и их монахи и тому подобное То есть те, кого у иудеев принято считать праведными людьми И то же самое есть в нашей общине или нет? То же самое есть в нашей общине В нашей общине есть ученые и праведные люди И чаще всего ученые и праведные люди Говорит этот аят, разъяснил посланник Аллаха Кому Ади Ибн Хатиму Когда говорит Ади Ибн Хатим принял Ислам Он пришел к поклоннику Аллаха и зашел к нему И пророк, салалаллах, прочитал ему этот аят Тогда Ади Ибн Хатим сказал Иудеи и христиане не поклоняются своим учеными, своим монахам То есть я сам был христианином, я знаю, они не поклоняются им Так, они поклоняются кому? Иисе поклоняются, Аллаху поклоняются и так далее Но своим монахам и ученым они не поклоняются Но пророк сказал, что нет напротив Они запрещают им разрешенные вещи И разрешают им, наоборот, запретные вещи А эти люди следуют за ними в этом За своими учеными, за своими монахами в этом Это и есть поклонение им в этом Это и есть поклонение этим ученым и монахам То есть каким образом этот аят Или этот смысл соответствует Су-ля-и-ля-и-ллах Когда человек берет Тебе, ученого или монаха То есть праведника, имеется в виду в данном случае Господом тебе или господами тебе Помимо Всевышнего Аллаха Многобожие с этой стороны заключается в чем? То, что человек ставит этого ученого Или этого праведного человека Выше Всевышнего Аллаха И его слово ставит Словами Всевышнего Аллаха Если Всевышний Аллах спонатально запрещает Какой-то предмет Или употребление какой-то вещи в пищу, допустим А этот ученый приходит Или этот праведник говорит Нет, это употребление в пищу разрешено И человек начинает думать Что это действительно разрешено Зная, что приходит явный контекст Где Всевышний Аллах запрещает это Это является чем? Большим многобожиим Если знаешь, что приходит в Ур'ан И конкретный контекст Где сказано Сменину употреблять нельзя И приходит к нему человек И говорит, что свинину употреблять можно Тогда человек действительно начинает считать, что пленину употреблять можно. Почему? Потому что ему дана фетва от ученого, и он считает, что эта фетва меняет положение дел, заменяет приказ Аллаха запретного на разрешенное, тогда это является большим многобожием. Если человек знает, что это, допустим, запрещено, это запрещено, но ищет, чтобы кто-нибудь дал ему фетлу, что это разрешено, для того, чтобы затем заниматься этим, так как его страсти его преодолевают, или перебарывают. И он находит себе ученого, который говорит, допустим, можно брать кредит для того, чтобы купить квартиру. Почему? Потому что ты берешь, ты не даешь. И человек знает, что все равно это является запрещенным, например, ищет тебе светло, и потом говорит, вот у меня есть светло от ученого, то, что мне это делать разрешено. Это не является многобожием, не является многобожием. Так как он не имеет убеждения, что это разрешено, он продолжает иметь убеждение, что это запрещено, запрещено, ищет тебе предлог, чтобы сделать то, к чему тянет его душа, его сердце. Поэтому это не является многобожием, но является грехом. Вертикаб, вертикабаль мухаррам, совершение грешного, совершение греха. Тот же самое присутствует сегодня. Если, допустим, какие-то ученые дают тетлу о разрешенности такого-то деяния, и потом человек следует за этим, этому ученому это является чем? Взятием его Господом помимо Всевышнего Аллаха Пану Атана. Различные тетлы, которые не соответствуют Курану и Сунни. Как, например, о том, что риба можно брать, если ты не даешь риба, но ты берешь, наоборот, риба. Тебе, говорит, можно брать, потому что ты же не даешь риба. Тот, который дает риба, это ему запрещено, а тебе брать кредит или расставщик, то тебе разрешается. Это тетла, которая противоречит Курану и Сунни, и тот, который за ней следует, превращает этого ученого, который дал за тетлу, кого? Господа себе помимо Аллаха. И другие моменты, другие примеры можно приводить. И это тоже среди простонародья есть. Допустим, если человек берет спиртное, например, и проездной спирит употреблением бисмилля, говорят, это становится разрешенным. То есть употребление этого становится разрешенным. Или, говорят, если свинью отвезти вокруг мечети семь раз, то ее мясо становится разрешенным. И тому подобное тетлы выдающихся ученых наших земельцев. Все это, что, если человек следует за этим имамом или хазратом и тому подобное, тот попадает под смысл этого аята. Говорит, Ралау Ахмаду от Тирмиди в Ахстане. Этот хадис передает Ахмада также Тирмиди. И Тирмиди назвал этот хадис хорошим. Также передает его Абдун-Нахамед и Абихасим в Абаране с различными иснадами. Говорит шеф-мал-сизам. Это сообщение его иснады мы уже приводили. И пришли к выводу какому? То, что этот хадис является слабым. Но смысл его является правильным и верным. Они говорят, что просят насырку у людей. Что правильно, как правильно, как поступить, что делать и так далее. И откидывают книгу Аллаха за свои спины. То есть перед ними есть два ученых. Один высказывает свое мнение, а второй высказывает свое мнение, подкрепляя его доводом. Они берут мнение того, кто не подкрепляет довод и следует за ним. Это взятие людей, господами, помимо Аллаха, Субхану Ата'ала. Говорит в Али-Азе, поэтому Всевышний сказал. Им не было приказа ничего, кроме как поклоняться одному, единому божеству. Нет другого божества, достойного поклонения, кроме него. Субхана, Амма и Шрикун. Приславен он и возвышен от того, что они предают ему, что товарищи. Потому что халяль это то, что сделал халялем Аллах. А харам это то, что запретил Всевышний Аллах. А религия это то, что узаконил Всевышний Аллах. Говорит шейх Малтизам, этот ацар от судьи мы не нашли в Сеснадом. То есть Сеснад этого ацара не приведен. И суть его понятна. То есть когда люди следуют за людьми, за учеными и так далее, оставляя довод. И это встречается часто и многократно в наши времена. И даже те люди, которые называют себя салятитами, более того, люди, которые считаются из знающих людей в этом призыве, произносят такие вещи, которые являются чем? Неправильными, не соответствуют манеджу салятитии и противоречившему этому аяту. Допустим, слова Калуа Мухаммада Алимама, который говорит, один из шейхов, который здесь известен, что в Йемене. Говорит, если я говорю слово, а остальные шейхи говорят слово, противоположное моему слову, то я даю вам насыха, то есть даю вам молодежный совет следовать за тем, что говорят шейхи. И не следовать за моим словом. Вот эта вот фраза является коренным, основополагающим противоречием манеджу салятитии. То есть противоречит манеджу салятитии в его основе и в его корне. Почему? Потому что это выражение, во-первых, является полным абсурдом и противоречием самому себе. Как это понять? То есть если ты говоришь какое-то слово, а тебе другие люди противоречат и говорят противоположное слово, и ты даешь насыха, совет людям следовать не за твоим словом, а за словом шейхов, здесь получается одно из двух. Либо ты прав в своем слове и сам же следуешь за своим словом, вместо тем, что другим советуешь следовать за другим словом. В этом что? Обман людей. То есть ты считаешь, что ты прав, ты считаешь, что ты привел довод, но даешь насыху людям следовать не за этим, а следовать за людьми. За чем? За большинством, за шейхами. В этом ты обманываешь других и желаешь им не того, чего желаешь тебе. Либо твое слово является неправильным. Тогда ты должен сам следовать за шейхами, не должен оставаться на своем слове. Это с одной стороны. И со второй стороны это выражение является неправильным. Почему? Потому что в нем нет и намека на довод. То есть не приходит слово «довод». Если я сказал слово, и шейхи сказали слово, то следуйте за тем или за другим. Необходимо говорить как? Если я сказал слово, а другие сказали слово, то ты должен посмотреть, кто принес довод. Если я принес довод, тогда следуй за мной. А если принесли довод шейхи, тогда следуй за чем? За шейхами, так как довод за ними. И я тоже последую за ними, так как с ними довод, и я откажусь от своего мнения. Тогда это будет саляфия. А просто направлять людей на следование за большинством, направлять людей за следованием за количеством, и говорить количество не может ошибаться, а я один могу ошибаться, все это является чем коренным противоречием саляфии. Это является очень важным, брат. То, что сегодня внушается в умы людей и в умы молодежи саляфии, то, что необходимо следовать за количеством, необходимо следовать за большинством. Никогда такого не было, и не пришло никогда такого от саляфа. От саляфа пришло что? Не бойся, если ты останешься на дороге один, и не смотри на количество людей, которые ошиблись. Если ты на доводе, то следуй за этим доводом. Это то, что мы, то, чему мы научились. Нас научили, чему следовать за доводами с Фур'ана и Сунны, а не следовать за количеством людей. И слова Мухаммада, али-имама, также последние, которые были произнесены два или три дня назад, где он говорит, такое большое количество ученых не может ошибаться. Ла-Юмкин говорит, не может быть так, что все они ошибаются, а один Яхихаджури прав. Этого, говорит, быть не может. Почему этого быть не может? Почему этого быть не может? Множество аятов из Хурана противоречат этому слову. Противоречат этому. И указывают на то, что если ты последуешь за большинством, то они собьют тебя от пути Аллаха. В этом, что проявление Салифии, человек должен крепко стоять на Салифии и знать, что он следует за доводом, а не следует за людьми, не следует за большинством, не следует за званиями, не следует за великими и тому подобное, а следует за тем, кто приводит в довод. Это является очень важным. Тот, который собьется с этого, тот собьется на противоположность Салифии, абсолютно. На противоположность Салифии абсолютно. Поэтому сегодня молодежь Салифийская говорит, мы не призываем к таклину, мы не призываем к большинству, мы не призываем следуя за званиями и за великими. Но когда ты посмотришь его самого, то он сам противоречит самому себе. Когда говорит, не может быть, что большинство ошибается. Но как они могут с тебя ошибаться? Ну их же столько много. Неужели они не понимают и не знают? А вот это вот один знает и понимает. Ах, и ты сам только что? Пять минут назад говорил, мы не следуем за большинством, мы не следуем за званиями, не следуем за великими и так далее. А сам же ты в сердце сам себе не веришь в эти слова. Сам же следуешь за тем, за большинством, за имамами, за великими, за званиями, и говоришь, они не могут ошибаться. Сам тебе противоречишь. Один раз говоришь одно, через пять минут сам тебе противоречит. То есть ты в теории, в словах говоришь одно, а когда Всевышний Аллах Панцаля предопределяет и приказывает тебе следовать в этом на деле, на деле ты начинаешь все противоречить сам тебе. Это, брат, что Саляфия, да Иса, Саляфия слабая, когда человек на теории со слюнями на губах говорит, мы не следуем за большинством, мы следуем за доводами и так далее, и так далее. Но когда Аллах Панцаля предопределяет такие события и ситуации в Саляфийском мире, когда люди должны следовать за доводом, а не за людьми и не за большинством, человек, который пять минут назад пылко и яро это говорил, сам начинает противоречить самому себе. Почему? Потому что на теории, на языке он говорит, а в твоем сердце сам себе не верит. Это является очень важным и является очень страшным из того, что происходит сегодня. Из того, что люди продолжают призывать нас к людям. Это является неверным и является неправильным. И здесь необходимо понять то, что не нужно брать большинством. Если ты наистине, то говори эту истину. А говорите со мной этот и со мной этот, еще с нами этот, и к нам такие шейки тоже приехали, и к нам еще такие шейки позвонили, когда у нас была Даура, смотрите, как нас много, нас много, нас много. И надо все это внушать людям, брат. Внушайте людям Саляфию. Внушайте людям следование за доводом, необходимость этого. И не надо внушать людям, что вот, если нас так много и все за нас, и я не видел никого, кто поддерживает Хаджури в Саудии и так далее, Ах, это что, это Саляфия, что ли? Это брат не Саляфия. Нас такой Саляфии не учили. И поэтому необходимо человеку менять свои эти воззрения, и необходимо научиться человеку следовать за доводами, и смотреть в первую очередь в доводы. А не говорить, что я не копаюсь в этих доводах, и мне не надо в них копаться, я следую за учеными. Это брат не Саляфия. Наоборот, это коренное противоречие Саляфии. То, с чем пришел посланник Аллаху, Ах, коренным образом, противоречит тому, что говорят эти люди. Саляфия. Говорит, Говорит, И начнет подчиняться этому объекту, в чем в грехе Всевышнего Аллаха, И последует за ним то, в чем не разрешает Всевышний Аллах, Тот возьмет его Господом и объектом поклонения. И превратит его сотоварищем ко Всевышнему Аллаху. И здесь еще что нужно упомянуть, к месту, как говорится, Вещь вспоминается другой вещью. То, что вот это вот большинство, которое мы сегодня видим, оно вышло только из-за того, что распространились слова Шейх-Раби Аймнадия Аль-Маскали. Если бы эти слова не распространились, все было бы так же, как оно сейчас. И это не является знанием сокровенного и тому подобное. Но это то, что мы знаем из опыта других фитнеров. Все, что было до этого у Абуль Хасана, у Салиха Аль-Бакри, и другие фитны, которые были до этого, все эти мошенники, которые сегодня составляют это подавляющее большинство, все они молчали. Все они молчали, пока не высказывался Шейх-Раби Аймадия. А когда у Шейх-Раби Аймадия слова выходили, все они тут же поднимали свои головы и начинали высказывать, и у людей появлялось что? Появлялось ощущение большинства, ощущение массы и так далее. И, брат, эта масса и это большинство, ничто иное, как в результате того, что распространение слова Шейх-Раби Аймадия, которое он не хотел распространять, и которое записали в тайне. Это к чему? К тому, что этой массой и этим большинством обращаться не надо. Потому что эта масса и большинство, появившиеся спонтанно, то есть за счет того, что появились Малаши-Раби Аймадия Аймадия. Что касается нас, то эта фитна произошла у нас здесь. И Шейхи, которые находятся здесь, в многочисленном количестве также, все они видели эту фитну своими глазами, видели, что происходит здесь своими глазами, убедились в том, что на том, на чем они сейчас, своими сердцами, так как видели все это своими глазами, слышали своими ушами, и они не отойдут от этого, просто за счет того, что кто-то со стороны, будь со Сауди, или с Египта, или с Йемена, доказывает тебе, что все было не так. Просто от того, что людей много, или людей мало. Человек не может отойти от того, что он считает за истину, просто от того, что другие люди, которые этого не видели, этого не знают, говорят, что это все было не так, и по-другому. И потом, важный пример тоже к этому, что во времена фитна Абуль-Хасан-Аль-Ма-Риби, когда Шейхи сделал ему табде, и вывел его в Хизбию. Что получилось? Никто больше, кроме Шейх-Аль-Ма-Риби, этого не сделал, то есть такого постановления не вынес. И Шейх-Раби также молчал и не выносил никаких постановлений. И все Машаики именно здесь, что как один, обернулись против Шейх-Аль-Ма-Риби, и сказали, мы с тобой не согласны, Шейх Абуль-Хасан-Аль-Ма-Риби на Шейх, имам, у него мы взяли знания, он саляфит и тому подобное. И даже что, организовали группу, который назвали Бара-Атуз-Зимма, и в него вошло 100 человек, около 100 человек, 100 известных Шейхов, которые здесь в имени есть, у которых мечети, у которых маркеты, мадресы и тому подобное, и они все подписали бумагу о том, что Иахаджуря ошибается, и кто? Абуль-Хасан-Аль-Ма-Риби, не является кем, не является муссадем и так далее. И потом, не прошло и года, как Шейх-Раби вынес свое постановление относительно Абуль-Хасан-Аль-Ма-Риби, все эти 100 человек обернулись в сторону Шейх-Раби и начали говорить, Шейх-Раби был прав, мы ошиблись и так далее. Откуда ты узнал, что Шейх-Раби был прав? Просто потому, что Шейх-Раби его поддержал. А если бы Шейх-Раби его не поддержал, тогда было бы что? Тогда остался бы Шейх-Раби также не прав. То есть это указывает на то, что люди сегодня следуют за людьми. Если один человек высказывается, все остальные начинают его поддерживать. Несмотря на то, правильно это или нет. То есть люди не смотрят сегодня на довод, а смотрят на людей. Если кто-то поддержал, начинают что? Все вместе поддерживать этого человека. А если он не поддержал, все молчат, продолжают молчать, и наоборот, выходить против того, который то же самое слово говорит, но его пока никто не поддержал. Поэтому ты, брат, сегодня увидишь, после того, как Шейх Рабеш сказал слово, не проходит и дня, и двух, и трех дней, как появляется еще один, который говорит об Драхмана Адане, не Хидьбис, а Шейхе Хададис или Шейхе Ашипки и тому подобное. Не проходит три дня. Раньше такого не было. Заметили ли мне? Раньше никто таких слов не высказывал. Редко было это. А сегодня, после слов Шейх Рабея, каждые три дня находится еще один, еще один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и тому подобное. Каждый день собирается сегодня Абуль Абад Шейхри, завтра Шейх Ахмад Базмуль, послезавтра приехал такой, четвертый высказывался, пятый высказывался. А где все эти высказывания до этого? Почему все они не высказывались до этого? Говорит дальше Вазалика Юнафи Ат-Турхид. Аль-Лази Уадин Уллах, аль-Лази Далля Таалии Калима Туллихвас, Ла-Иля-Иля-Ллах. И это коренным образом противоречит Единобожию, которая является религией Всевышнего Аллаха и на которую указывает свидетельство Ла-Иля-Иля-Ллах. Потому что Божество является объектом поклонения. И назвал Всевышний Аллах подчинение им, поклонением им. Всевышний Аллах назвал подчинение людям не на основании дололя, чем поклонением им. Так как же сегодня Мухаммад Алимам говорит, такое большое количество людей не может ошибаться и не может один Ахаджуре быть прав. Это, говорит, не может быть такого. И это не соответствует чему беспристрастности и справедливости. Причем здесь беспристрастности и причем здесь справедливости. Говорит, что шейх Абдурахман Ибн Хасан нам. И Всевышний Аллах назвал подчинение людям без довода, поклонением им. А назвал этих людей господами. То есть вы превращаете этих людей в господ себе. Как сказал Всевышний Аллах. И не прикажет он вам, то есть посланник Аллаха, взять вас, вам, ангелов или пророков, господами себе. А что тут скажешь относительно людей, которые ниже, чем ангелы и пророки? То есть не сделает, что не прикажет вам взять этих ангелов или пророков, не говоря о тех, кто ниже есть, со товарищами. И Вишнему Аллаху по Наталью в поклонении. Неужели он прикажет вам в неверие, после того, как вы приняли ислам и стали мусульманами? Поэтому каждый объект поклонения является господом. И каждый, кому подчиняется и за кем следует, не на основании того, что узаконил Всевышний Аллах, по Наталью его поклонник. То этот подчиняющийся, хочет он или нет, взял этот себе объект, или этого человека себе господом и объектом поклонения. Это то, с какой стороны этот аят соответствует названию главы. То есть разлетение сущности средства. И этот аят похож в смысле на слова Архивишнего Аллаха. Или у них есть сотоварищи, которые узаконили им в религии то, чего не позволил Аллах. И один Аллах лучше знает. Субтитры создавал DimaTorzok